Крым переходит на резерв. Поставки электричества с Украины прекратились, но энергоснабжение восстанавливают за счет внутренних источников. На полуострове введен режим чрезвычайной ситуации. Медведев и Обама пожали друг другу руки в Куала-Лумпуре. Из Манилы Дмитрий Медведев сразу после АТЭС отправился в Малайзию на восточно-азиатский саммит. Майдан продолжение. В Киеве вторая годовщина Майдана, отмечавшаяся накануне, привела к массовым беспорядкам. Бельгия повышает меры безопасности в крупных городах. Власти не рекомендуют выходить на улицы и избегать большого скопления людей. Возмездие продолжается. Россия усилила группировку бомбарностребителей в Сирии. Позиции боевиков обстреливают с помощью стратегических ракетоносцев и боевых кораблей. Гашиш из Бельгии в Санкт-Петербург. Таможенники задержали крупную партию наркотиков. И снова победа. Конькобежец Павел Кулижников опять лучший в Солт-Лейк-Сити. Теперь в забеге на тысячу метров. В Москве 9 утра. Вы смотрите Вести. Здравствуйте. Сегодня Севастополь полностью перешел на собственные источники энергии и вводится график почасового веерного подключения жилых домов. Об этом сообщают в городском управлении МЧС. Ранее к энергоснабжению были частично подключены Симферополь, Ялта и Саки. Этой ночью сразу несколько крупных городов Крыма остались без электричества. На полуострове введем режим чрезвычайной ситуации. Все подробности у Ольги Армяковой. Весь полуостров обесточен. Света нет ни в Крымском федеральном округе, ни в Севастополе. Что стало причиной очередного блэкаута и сколько он продлится, пока неизвестно. Около полуночи все города и поселки полуострова погрузились во тьму. В Крыму сразу был создан оперативный штаб, который следит за ситуацией в связи с отключением полуострова от энергосистемы Украины. По тревоге был поднят весь личный состав МЧС. На полуострове введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время работают мобильные бригады по мониторингу обеспечения электроэнергии социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения. Ситуация сейчас стабильная, паники нет. Я думаю, что ситуация находится под полным контролем. Энергосистема полуострова сейчас работает в изолированном режиме. Потуклены все резервы питания. Собственная генерация сейчас составляет примерно 600 мегаватт. Это лишь половина необходимой мощности. Все социально значимые объекты подключены к мобильным генераторам. В Крыму будет введен график веерных отключений. С утра уже будет доведен в полном объеме график, потому что мы должны понять, собрать ту всю генерацию, которая у нас сегодня имеется, чтобы мы вышли на полную мощность и уже смогли перераспределять по нашим муниципальным образованиям. В интернете уже появляется противоречивая информация о причинах отключения Крыма от электроэнергии. По сообщениям активистов, так называемые продуктовые блокады Крыма в Херсонской области были подорваны опоры линий электропередач. Однако эта информация пока ничем не подтверждена. Похожая ситуация была в пятницу, когда боевики правого сектора повредили две магистрали, питающие Крым энергией. В итоге две из четырех линий были отключены. Тогда в стойках опор были обнаружены следы взрывчатки. На место происшествия сразу же выехали ремонтные бригады, но работать им так и не дали. Бойцы правого сектора перекрыли доступ к поврежденным линиям электропередач. Накануне вечером Национальная гвардия Украины попыталась разогнать активистов и взять аварийный участок под охрану. Началась потасовка между правоохранителями и участниками псевдоблокады. Ольга Армякова, Антон Березин и Кирилл Стельмах. Вести. Республика Крым. В нашем Министерстве энергетики ситуацию с электроснабжением Крыма держат на контроле. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Чтобы обеспечить потребителей электричеством, к включению в работу в Крымской энергосистеме готовят 13 мобильных газотурбинных станций. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму, прекращение поставок электричества с Украины не сказалось на работе транспортной инфраструктуры полуострова. Аэропорт Симферополя, Керченская паромная переправа, вокзалы и мобильная связь сейчас работают в штатном режиме. Ну а в Киеве вторая годовщина Майдана, отмечавшаяся накануне, привела к массовым беспорядкам. Концерт, едва начавшись, был сорван с собравшимися на площади людьми. Они снесли ограду и захватили микрофоны. После этого прозвучали требования созвать Народное вече. Участники этого незапланированного митинга читали со сцены письма погибших солдат и требовали привлечь к ответу украинское руководство. Национальный вызван, навинь нас с Москвою! В Куала-Лумпуре началось пленарное заседание Восточно-Азиатского саммита. Делегацию нашей страны возглавляет Дмитрий Медведев. Перед началом дискуссии российский премьер обменялся рукопожатием с президентом США Бараком Обамой. А накануне глава Кабмина провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главами правительств Вьетнама, Лаоса и Малайзии. По итогам было подписано двустороннее межправительственное соглашение о создании совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ну а сегодня на повестке дня переговоры с президентом Мьянмы, с премьером Сингапура и с Генсиэком ООН. Поиском организаторов терактов во французской столице 13 ноября заняты сейчас и бельгийские спецслужбы. Только за неделю провели они свыше 30 рейдов. Во время одного из них удалось задержать марокканца Лазеза Абраами. Правоохранительные органы называют его одним из главных сообщников организаторов парижских атак. Именно его автомобиль остановили на дороге, в машине нашли пистолет и следы крови. В доме также во время обыска было изъято несколько единиц оружия. Добавлю, что в Бельгии сейчас действует максимальный уровень опасности террористической угрозы. В стране закрываются клубы, кафе и рестораны. В Брюсселе этой ночью не работало метро. Стали известны имена россиян, погибших в результате теракта в Мали. Все шестеро из них сотрудники авиакомпании «Волга-Днепр», большинство из Ульяновской области. Завтра в регионе объявлен день траура. Накануне к офису фирмы люди несли цветы и свечи. Был там и наш корреспондент Станислав Назаров. Экипаж российского самолета оказался в самом эпицентре событий, которые развернулись в отеле «Рэдисон» в столице Мали. Пять жителей Ульяновской и один уроженец Нижнего Новгорода были расстреляны во время ужина в ресторане террористами. В Бомако представители авиакомпании «Волга-Днепр» находились в служебной командировке. Самолет из России доставил в африканскую страну строительную технику из Норвегии. Стоит сказать, что часть экипажа, еще девять россиян, им удалось спастись во время террористической атаки. Шесть представителей авиакомпании находились в своих номерах на втором этаже здания. Только по счастливой случайности им удалось выжить. Еще три представителя авиакомпании находились в это время на аэродроме в своем самолете. Органы социальной защиты совместно с сотрудниками авиационной компании объезжают семьи погибших. Мы сразу же стараемся оказать и всю необходимую социальную помощь, психологическую помощь. Совместно с авиационной компанией мы приняли решение оказать всем необходимую помощь при погребении. Авиакомпания «Волга-Днепр» – один из крупнейших международных перевозчиков крупногабаритных и сверхтяжелых грузов по всему миру. В частности, флот авиакомпании насчитывает 12 самолетов Ан-124-100 «Руслан» и 5 самолетов Ил-76. «Волга-Днепр» не раз доставляла в различные страны мира, в том числе и в горячие точки и во время стихийных бедствий, масштабную помощь для жителей различных регионов. Эта помощь заключалась в крупногабаритной технике, строительной технике, доставлялась продовольствие в больших объемах. Но самолеты, которыми располагает авиакомпания, позволяют перевозить большие грузы. Стало известно, что представители авиакомпании наладили взаимодействие с посольствами России и Франции в Мали. И в ближайшие дни ожидается, что выжившие члены экипажа прибудут в Ульяновск. Это будет, скорее всего, в понедельник, а доставкой тел погибших представители авиакомпании будет производиться к концу следующей недели. 23 ноября в понедельник в Ульяновской области объявлен днем траура. Станислав Назаров, Алексей Урозакин, Ольхазипов, Вести, Ульяновск.